Это Вести без Киселева, наш совместный проект Ермак Медиа и реальной журналистики. С вами Юля и мы начинаем. Итак, маски теперь нужно носить не только в транспорте, но и на парковках и даже в лифтах. В Сочи горожане и туристы обязаны носить маски даже на улице. Эти меры, по словам Роспотребнадзора, введены из-за растущего количества заболевших COVID-19. Вот так аккуратно в России ввели налог на воздух. Хочешь дышать полной грудью? Плати штраф и дыши. Готов на ограничения? Для тебя воздух по 15 рублей на 2 часа ношения маски. Также Роспотребнадзор рекомендовал главам региона ограничить работу ночных заведений. Видимо, с 23 часов до 6 утра вирус находится в наиболее активной фазе и поражает всех без исключения. И вновь становится очевидной причина такого ограничения. Догадались? Так конечно, переход на цифровую слежку. Москву уже посадили на короткий QR-поводок. Теперь система должна просочиться и в регионы. Так что выбор за вами или остаться голодным, но гордым, или пожрать, но спалить все свои передвижения. Больнее всего такая инициатива ударит по дальнобойщикам, которым теперь ночью и не отдохнуть, и не перекусить. А почему до сих пор не привиты? Председатель Госдумы Володин пожаловался своему президенту на рост заболеваемости вирусом в депутатском корпусе. Сколько человек болеет из депутатского корпуса? 38. Находится сегодня на больничной койке. Тяжело в реанимации. Болеть тяжело. Интересно, а в Липецкой больнице кто-то из них есть? Это та больница, где пациентам говорят, что мест нет? Поэтому раскладушки свои приносите, покупайте, у кого их нет, и будут вас как бы ложить. А так на стуле будут пациенты, так сказать, проводить время свое в больнице. А в той, где умер человек, и до утра пролежал с живыми пациентами в палате? Вот здесь лежат инфекционные отделения. Вот мертвый человек лежит. Вчера умерла, с вечера. Ночью. А в Карелии никого из депутатов не придавило обвалившимся после ремонта потолком? Нет? Ну, слава богу. Всего же за время пандемии с COVID-19 встретились 9 десятков правительственных тел. И что-то мне подсказывает, я знаю, кто следующий. Тяжело в реанимации. Болеть тяжело. Догадываетесь теперь, где болезнь прихватит Володина? Да, конечно. Прямо не выходя из кабинета. Там, где болезнь прихватила. Прихватила в Твери. На болезнь. Зря вы хрюкаете, потому что... Не хрюкаю, а покашлю. Ну, тем более. Судя по кашлю первого лица, со здоровьем у него явно не все в порядке. Но он почему-то без маски. И он на секундочку не привит. Я уж молчу про социальную дистанцию. Это что же за политика двойных стандартов такая, а? То есть для нас и маски, и вакцины, и штрафы, и ОМОН. А для вас тусовки пресс-секретаря и индексация зарплат? Может быть, первые после бога уже начнут вакцинироваться и наденут наконец на себя маски? Вот тогда самоочищение России пойдет с нужной стороны. А между тем, россияне всерьез обеспокоились состоянием психического здоровья российских телеведущих. Ранее в беседе с Ириной Шихман знаменитая Клоунесса в белом халате заявила об отсутствии в России опасности от COVID-19. Была бы болезнь, она бы была видна. Именно с точки зрения болезни и количества тяжелых больных. Это невозможно скрыть. А на этой неделе вирус головного мозга, это комментарий из сети, подхватила и диктор Первого канала Екатерина Андреева, публиковавшая в соцсети пост о том, как примитивно с этим вирусом дурят народ наши российские власти. И вы даже себе представить не можете, какое количество негатива вылилось на главную говорящую голову страны. А я читаю ее пост и думаю, не может быть. Неужели пропагандисты устали врать? Неужели те, кто с экрана телевизора столько лет засорял мозги россиянам, наконец-то одумались и даже переобулись? Я, честно говоря, на секунду даже обрадовалась. Но потом случилось это. Зомбированные телеящиком люди назвали обеих теледив сумасшедшими и пожелали им скорейшего выздоровления. И вот от этого мне реально стало не по себе. Ну потому что лишний раз пришлось убедиться в том, что уровень неадеквата у нас зашкаливает. А уровень интеллекта, к сожалению, стремится к нулю. Ведь поддержали ведущую под тем постом единицы. Ну два-три человека из ста. Пережив эмоциональный упадок, Андреева поняла, что умом Россию не понять, и удалила пост. Ну решила, что врать на родине выгоднее, да и спокойней. Пока в Карелии отваливается больничный потолок, убивая так необходимый всем аппарат компьютерной томографии, Дмитрий Песков рассказывает о совершенно новом уровне медицины. Обратите внимание, это не тот Песков, что накануне отплясывал свой 53-й день рождения. Так вот, на днях стало известно о введении в российских аэропортах системы определения COVID-19 по кашлю. Об этом стало известно благодаря международному форуму «Открытые инновации». И вроде бы новость позитивная, и вроде бы что-то полезное. Но, как всегда, меня не оставляет чувство, что где-то тут подвох. А не станет ли этот инновационный эксперимент орудием в борьбе с неугодными? Кашлянул? И ты уже в изоляторе. А оттуда два пути. Вернее, даже один. А еще, вернее, совсем без вариантов. Кашлянул? Гоу-вакцинироваться, к примеру. Ну или чипироваться. Или надевать электронный ошейник. К моменту, когда система заработает, власти уже определятся с нашей участью. И лишний раз нам напомнят, что мы для них вдруг к тому времени забудем. Ах, какой был мужчина. Настоящий уголовник. На этой неделе СМИ Екатеринбурга обнарудовали возбуждение нового уголовного дела. Статус генеральши на этот раз решила получить 64-летняя пенсионерка. С 2019 года она вела романтическую переписку с генералом иностранной армии. А в 2020 герой Шекспира решили встретиться. Правда, у новоспеченного Ромео, на секундочку, генерала, на свою Джульетту, не оказалось денег. И он не придумал ничего лучше, чем эти деньги занять у своей же возлюбленной. И она не отказала. Ей даже не пришла в голову мысль, это ж откуда за миллион рублей генерал лететь-то к ней собрался. Уж не слуны ли? Короче говоря, по итогу по уши влюбленная женщина перевела все имеющиеся у нее средства на счета мошенника. После чего возлюбленный настолько обалдел, охладел к ней, что, видимо, замерз на глушняк и прервал переписку. За эту новость тут же схватились провластные СМИ, намекая на зажиточность российских пенсионеров. Но, уважаемые, а вы не знаете случаем, кто-то самая пенсионерка? Ну уж точно не из числа тех, кто живет на пенсию в 9800. Но российский канал Russia Today упорно продолжает печатать на своих страницах новости о мошенничестве с участием пенсионеров. И все это напоминает мне хорошо спланированную акцию, где на примере двух, трех зажиточных пенсионеров появится возможность разжечь очередное пламя ненависти ко всем вышедшим на пенсию. Потому как комментарий, набравший наибольшее количество лайков под этой новостью, звучал примерно так. Бабуля, да ты не переживай, просто твоего генерала взяли в плен, а ты отстегни еще миллиона два на ту же карту, и тогда точно станешь женой генерала. Действительно, выйти замуж за принца можно даже если вам немного за 30. Но не торопитесь занимать своему суженому денег на коня. Лучше послушайте кудрина и диверсифицируйте свои накопления. Правда, большинство россиян сделали это и без его помощи, разделив свои накопления частично на макароны, частично на чай. А между тем, Госдума Российской Федерации тоже решила дифференцировать налоги россиян, прикупив на них позолоченные икорницы, фляжки с рюмками, золотые пиалы и кубок. Всего по подсчетам издания «Открытые медиа» на подарочные наборы будет потрачено около 600 тысяч рублей. Кто будет одаряемым, пока неизвестно. Но не исключено, что никто. Потому что и эта закупка окажется нецелесообразной и впоследствии будет отменена. Ну, как та мартовская, когда таможня дала добро на покупку наградных ковшей, а Мишустин это добро забрал. Справедливость восторжествовала. Вот бы еще знать, куда теперь пойдут эти освобожденные 600 тысяч рублей. Было у отца два сына, младший умный, а старший футболист. И этим все сказано. На этой неделе нападающий во всех смыслах Кокорин дал развернутое интервью каналу «Люди говорят». Цель интервью, по мнению автора канала, показать Кокорина таким, какой он есть, а не таким, каким его рисуют в современные СМИ. И вот что получилось. К футболистам особенно какое-то пристальное внимание, особенно к их зарплатам, к образу жизни. Почему? Народ почему-то сильно думает, что те налоги, которые они платят, на них мы содержимся. Если взять нас, сравнить с ребятами, с хорошими клубами, с хорошими сборными, то как раз мы получаем те деньги, потому что взять того же Неймара, крупный суперзвезд беру, он получает 40 миллионов. 40 миллионов, это 3 миллиона евро в месяц. Никто не говорит, что мы на его уровне или приближены, поэтому мы получаем в 10 раз меньше. А я вам скажу, что Кокорин получает свыше 3 миллионов евро в год. И при этом, обратите внимание, он считает, что свои деньги он отрабатывает сполна. Типа, давали бы больше, я бы бегал быстрее и прыгал бы выше. А пока довольствуйтесь тем, что есть. В том же интервью Кокорин высказал свое восхищение олигархом Абрамовичем, сказав, что это и не важно, как зарабатываются деньги. Главное в жизни стать богатым человеком. Чувствуете, чье протеже подрастает? Похоже, не за горами тот день, когда и Кокорин попадет в великое ложе единой России, потому что так искренне говорит народу, живущему в среднем на 24 тысячи рублей, что зарплата в 24 миллиона рублей в месяц. Это для него не мотивация прыгать выше? Ну это уж, извините, хамство. А главное, я не понимаю, а зачем России такие дорогие, такие бесполезные игрушки? Может быть, чтобы отвлекать от других дорогих игр? Помните, когда повысили НДС? А пенсионный возраст? А когда ввели мусорную реформу? Так, конечно, во время Олимпиад и футбольных игр. Вот, как-то так. Ну а на этом у меня все. Спасибо, что провели это время со мной. Подписывайтесь на наш канал Ермак Медиа, выражайте симпатии, оставляйте свои комментарии. Всех люблю. Пока-пока.